Чай, чай, Иван-чай. Ну, наверное, вы заметили, что тема сегодняшняя посвящена чаю. Зеленому, черному, ну и, конечно же, нашему любимому Иван-чаю. Но прежде чем перейти к рассмотрению, например, сбору ферментации и многому другому, посвященному Иван-чаю, я хотел бы коротко рассмотреть зеленый и черный чай. Зеленый и черный чай – это растение камелии китайской. То есть это, если зеленый чай – это скрученный лист, но не ферментированный камелии китайской, то черный чай – это ферментированный лист камелии китайской. или чайный куст от называют еще данное растение или китайскую также в китае называют его красным чаем у них тоже есть еще поэр до чай черный его прессуют да и ферментация там больше куда как чем нашим черном чай или так красным выглядит лист нам тоже замечали сами да также так как или зеленый чай дает часто это видели семена данного растения выглядит вот так покажу камеле китайской похоже чем-то на фундук данные на 7 7 7 на кстати хотите посадить то тут нужно понимать что температура должна быть более 30 градусов иначе просто он не будет расти так потому что чайный куст он любит тепло может можно конечно вырастить или в южных странах или на подоконнике тоже можно так как выглядит теперь перейду наверно и ванчаю девятнадцатом веке у нас большое внимание стал уделяться ферментации и ванчая ускалистного киприя он был очень популярный 19 веке продавался за рубежом больших количествах и был очень популярен до его даже назвали русский чай вид кстати семена у него таки так выглядит в стручках когда после того как отсветет цветок появляется стручки и в этих строчку в точках находится семена с пухом семена с пухом которые разлетаются распространяется таким образом но теперь давайте перейдем к тому как собирать идеальное время сбора иванчая может очень сильно отличаться потому что до в одной стране он раньше может зайти в другой позже стоит даже в одной той же россии в одних регионах он например мая до его можно собирать а в других вы июле только определить можно очень просто знаете есть как бы такая у травников не поговорка сказать ну все травники знают что вообще в начале когда растение вырастает вся сила дается листов то есть и питательные вещества полезные находится в листе далее когда растение начинает свистеть лист начинает вердеть но еще можно собирать можно собирать отравы многие в это время в том числе иванчай и уже когда и здесь листья до цветочки уже начиная там появляться семена но в таком случае уже ли становится очень твердой и естественно уже не используют разницу видно когда возьмешь лист и начнешь его скручивать и видно разница что вот именно сейчас идеальное время для сбора иванчая вот так вот выглядит верхушки собирается да просто нажимается двумя пальцами по-разному кто-то делает кто-то так кто-то так можно так другой рукой берется за стебель и получается все листочки находятся в руке тогда попадает в руку ну и далее мы кидаем в пакет корзинку ведро и так далее кто-то после этого вялит если вы собираете иванчай рано до цветения то лист мягкий как и если вы вручную скручиваете то тогда вам даже не понадобится вялка но если вы кручете с помощью машины или с помощью доски для скручивания но в таком случае да вам понадобится вялка листа потому что лист тогда сильно закручивается и в стебли может поломаться вот частично даже свежий листочек поэтому вялка нужно для машины скрутки но вручную не обязательно если вы рано собирать если же вы собираете когда появились цветы то в таком случае естественно вам понадобится вялка листа потому что листья уже погрубили вялка да это вялка этот процесс нам сказать когда лист становится вялый слабый то есть если взять час лица он стоит вялый лист он упадет поэтому его легко закручивать он не будет ломаться после вялки как раз идет скручивание листа скручивание листа происходит в фирме происходит знаете ломается структура листа это чего кстати некоторые не скручивают листы просто использует берут и минут таким образом тоже будет до происходить после ферментации но и и после скручивания листа или да кто помил после этого следующий процесс ферментации ферментация это брожение без кислорода если если же оставить например емкость банку бочку и ведро открытым до кастрюлю то есть если оставить открытым то тогда может произойти процесс окисления из-за этого ну чай будет кислый некоторые используют частично окисление чуть слабенькая чтобы был кисловатый вкус немножко чуть-чуть но опять же тут надо не прогадать надо как бы уже набить руку на этом поэтому можете попробовать разные по-разному до ферментировать но хочу сказать что заморозка это не ферментация это это заморозка это не ферментация совсем другой процесс при ферментации обязательно должна быть плюсовая температура лучше это от 20 градусов и выше ну и конечно следующее это процесс который чтобы остановить ферментацию понадобится понадобится его остановка высушивание или зажаривание два способа есть потому что при например зажаривание чая вы можете добиться такой вкус интересной королемизации приятный аромат будет чем-то похоже на аромат карамели а при высушивании воздухом а такого не будет поэтому и вкус тоже будет разным я например больше нравится именно жаркое зажаривание в духовке также можно использовать зажаривание в печи или на костре но здесь нужно не прогадать потому что можно просто сжечь чай и тогда будет просто углить тогда будет горелый невкусный чай да он будет черный такой красивый вид у него будет но он будет невкусный он сгоревший даже будет такой привкус гарри давать поэтому тут тоже нужно быть очень внимательными чтобы при зажаривании да не 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 спалить его ну и хочу сказать вам заключение делайте вкусный чай а свой да своими руками сделаны руками это приятно и также смотрите другие мои видео подписывайтесь на канал если не подписаны ну и всего вам хорошего